Продлить среднюю продолжительность жизни до 120 лет – это не научная фантастика. Ученые не очень хорошо знают, каким образом притворить ту науку, которую они нагенерили, в продукт. Ученые – плохие предприниматели. Мы не фарма, мы можем взять любой имплант с рынка и сделать его такой вот очень биологически умной драг-деливери системой. Ух ты, прикольно. Это правда прикольно. Искусственный интеллект для дизайна лекарств. По сути, оптимизация процесса подготовки к клиноспытанию. То есть, если ты что-то лечишь, это значит, что ты профокапился где-то на раннем этапе и не смог это предотвратить. Что можно делать сейчас с минимальными деньгами, чтобы дожить до 120 лет? Литбит – это стабильная мультиртикальная СПС-сеть с эксклюзивными офферами по всему миру. Регистрируйся. Линк в описании. Сергей Якимов. Предприниматель, инвестор. Родился и живет в Латвии. В 2013 году вместе с партнерами основал компанию Vortex Oil Engineering, которая предоставляет сервисы для нефтедобывающей промышленности. Параллельно запустил стартап в сфере глубоких биотехнологий Coatum. Компания предложила инновационный способ нанесения молекул лекарств в покрытие медицинских имплантов. В 2018 году Сергей соосновал компанию Longenesis – основной продукт компании, платформа для хранения медицинских метаданных, которую фармацевтические компании могут использовать для нахождения пациентов для клинических испытаний и их энроллмента. Также Сергей – один из управляющих партнеров 35-миллионного венчурного фонда LaunchVC, занимающегося инвестициями в сферу биотехнологий и долголетия. Когда в жизни появился Longenesis? Года три назад, наверное, он появился в той форме, по крайней мере, в которой Longenesis сейчас есть. Там есть несколько кофаундеров. Это два моих очень хороших друга и коллеги по совместительству – Эмилия Гарри. А также в Longenesis есть два очень важных корпоративных кофаундера. Один из них – это Bitfury. А второй наш корпоративный сооснователь – это Insilica. Silica Medicine – это компания, которая, наверное, сейчас, опять-таки, громче всех выстрелила на рынке AI for drug discovery, то есть искусственный интеллект для дизайна лекарств. Это Digital Health, который работает в достаточно специфической сфере. И сфера – это, по сути, оптимизация процесса подготовки к клин-испытаниям для большой фармы. То есть с годами накопилось достаточно много опыта и понимания, где же там затыки. Это, собственно говоря, главное. Самая большая проблема в том, что длинные сроки вот этих испытаний. То есть может пройти 10 лет? Длинные сроки испытаний – небольшая проблема. А что самое главное? Драк-то-маркет-тайм, так называемый. Вот это проблема. С таблетка до аптеки? Да, молекула в лаборатории, когда мы сказали, вот это, наверное, у нас идет в клин-испытание, до момента, когда она получила опругу от FDA или от европейского агентства, неважно, и она оказалась в коммерческой фазе. Для фармы самый большой затык, на самом деле, является в том, чтобы, когда вот это вот перешло из стадии предклиники в клинику, когда ты начинаешь клин-испытания, они состоят из трех фаз. То есть первая, вторая, третья – все они на людях. Найти пациентов и заинролить пациентов в клин-испытания достаточно сложно. То есть гораздо сложнее, чем провести эти клин-испытания. Почему? Уговорить сложно или что? Их сложно найти, сложно понять, где они, сложно понять, где люди, которые подходят под твои конкретные, так называемые, inclusion-exclusion критерии. Ну, я приведу пример. Мы сейчас не говорим, давай так, когда я говорю пациент, я не говорю про человека с ангиной. Если ты там какой-то гипотетический рожь, и ты забираешь клин-испытания для того, чтобы вывести на рынок какой-то свой новый, например, онкологический драг. А у рожи главный портфель – это как раз онколекарство. Для того, чтобы собрать когорту даже на первую фазу клин-испытаний, тебе нужно встретиться с целым рядом сложностей. А. Тебе нужно понимать, где эти пациенты находятся. Это сложно. Это прям реально сложно, потому что фарма сама их не ищет, она не имеет права контактировать с пациентов. Они нанимают так называемые ЦРО. Это контракторы, которые, в общем-то, делают весь этот хэви-лифтинг, они бегают, обзванивают врачей и менеджат клин-испытания. И они очень регионально ограничены. То есть они знают там 10 больниц своих каких-то, и они пытаются там искать. Раз. Два. Тебе нужны пациенты с конкретной индикацией. То есть, что ты, собственно, какую онкологию, например, ты сейчас таргетишь, и чего ты хочешь в этих клин-испытаниях показать. ЦРО. Динамика этих пациентов, и мне очень грустно об этом говорить, но очень часто, например, в каких-то сложных заболеваниях пациенты не доживают до конца клин-испытаний, просто потому что динамика заболевания, она весьма трагичная. Вот. Поэтому тебе, как спонсору исследований, так называемому, вот это все стоит огромного количества денег и огромного количества времени. Вот. Большая фарма, она теряет порядка пяти миллионов в день. Unrealized revenues. Это недополученная выручка, наверное, по-русски говоря. Это ты на весь рынок? Или на компании? С одного лекарства, которое вовремя не вышло в коммерческую фазу. Это значит, что если твоя таблетка задержалась на один день, 10 лет ты ее валидировал, на один день она задержалась, и вот из цикла из этого выпало, а 5 миллионов потерял. 86% клин-испытаний не заканчиваются в срок. То есть мало того, что фарме нужно вбухать 10 лет и там 4-5 миллиардов для того, чтобы одну какую-то терапию дотолкать до рынка, так оно все еще и опаздывает. А мало того, что оно опаздывает, оно еще может вообще ни к чему не прийти, просто потому что там в третьей фазе окажется, что у тебя что-то не работает. И ты не можешь показать там те результаты, которые от тебя ждут. То есть Elon Genesis, когда создавался, мы, собственно говоря, чего придумали? Был задан такой достаточно логичный вопрос, а что если, чтобы идентифицировать этих пациентов, мы могли бы ковыряться в датасетах, смотреть на данные, которые агрегированы в клиниках? То есть у тебя же госпиталь агрегирует огромное количество данных вокруг себя, биомедицинских, разных абсолютно. Почему нельзя использовать это как пойнтеры к пациентам, чтобы централизованно понимать, где кто? Вот если ты там почитаешь, например, то, что какой-нибудь Gates Foundation пишет о вторичном использовании биомедицинских данных, так называемых. То есть главный челлендж это так называемый data interoperability. То есть это взаимооперируемость данных. Это значит, что они настолько разрознены даже в одной больнице. Они лежат в разных EMR, Electronical Medical Records системах. И они очень, в общем, закрыты в каких-то вот этих пулах, где они находятся. Больницы не умеют их использовать. Но они хоть оцифрованные уже? Иногда да, иногда нет. Есть очень много больниц, причем больших, прям государственных больниц. Например, одна из самых больших больниц в Сеуле все хранит в виде карточек. Вообще все. То есть вот это просто огромная картотека, блин, рукописная. И вот как ты ее оцифруешь? Ну, сложно, да? То есть и больницы нужно лечить людей параллельно еще каким-то образом. Поэтому все эти инновации для них, конечно, весьма тяжелы в adoption. Так вот я о чем? Мало того, что ты должен иметь возможность или предложить какое-то решение, как можно смотреть вот эти данные прямо в больницах, так тебе еще нужно иметь это делать неинвазивно. Потому что в соответствии с регуляторикой, ты в принципе не можешь брать и просто интегрироваться в EMR-систему больницы и что-то выкачивать, например, в свое облако. Но больница вообще не против? Давай начнем с простого. Больница не против, если ты не компрометируешь как раз-таки вот эту приватность пациентов. Потому что больница... Обезличенно все должно быть. Оно не должно быть не то, что обезличенно, оно не должно попадать на третью сторону. Это значит, что тебе нужно придумать способ, каким образом в больнице смотреть, понимать, какие данные есть в больнице. Из этих данных понимать, какие есть пациенты, но при этом эти данные не инжестить в себя. Давай я еще простые вопросы позадаю. Где больше всего больниц, с которыми вы работаете, страна? Наверное, сейчас в Евросоюзе. Есть больница в Милане, условно, да? Вы приходите и говорите, мы хотим ваши данные. Больница в Милане хочет привлекать к себе больше клинических испытаний. Потому что больницы... То есть они на этом зарабатывают? Конечно, больницы за это платят деньги. За каждого пациента, который заинролен в клиничеспытании и проходит клиничеспытание в конкретной больнице, она получает 50-60 тысяч долларов, например. Если этих пациентов 100 штук, то ты примерно можешь посчитать, сколько заплатят больницы за просто так. Отдавая свои данные, они потенциально могут привлечь на своих же пациентов клин-испытания. Совершенно верно. Они могут заэкспозить свои когорты пациентов до большой фармии. И они согласны, конечно же, это делать, если это происходит неинвазивно. Мы им предоставляем возможность делиться статистическим срезом того, чего у них в больнице есть. Они не отдают нам данные, они отдают нам метаданные. Метаданные – это данные о данных, по сути, своей. И таким образом ты можешь заглядывать в эти репозитории в больницах, при этом не копаясь в источнике. А, например, вот если есть, не дай бог, больной онко-человек в том же Милане, что вы о нем можете узнать? У больницы есть, ну, мы можем узнать о нем достаточно много в рамках, опять-таки, регуляторики. То есть в больнице есть его, ну, давай это для простоты картины, сейчас для всех назовем файл биомедицинский, то есть какая-то история болезни. Карточка, в общем, понимаем. Карточка, да. Если больница достаточно дигитализирована, карточка – это собой являет набор разных типов данных. Там будет и радиология, и там какая-нибудь кровь, и еще бог знает что, да, там, жидкая биопсия, чего-нибудь. Подожди. Это то, что есть у больницы. Вот. То, что будет видеть один из продуктов Ланженесиса, он будет видеть анонимизированную картину, что где-то в Милане есть пациент с конкретным диагнозом, и у диагнозов есть коды, так называемые ICD, то есть с конкретным диагнозом, о котором, например, известно, там, чем его лечили, о котором есть определенное количество радиологических исследований, там, третья, пятая, четвертая, десятая. Вот. Мы не будем видеть сами данные, мы будем видеть, что за диагноз, и какие датапоинты к этому диагнозу можно еще пристегнуть для того, чтобы лучше понять, что с этим пациентом. Подойдет он в какие-то клиниспытания, можно ли его попытаться заинролить или нельзя. Вот. И это то, что будет показываться в одном из продуктов Ланженесиса, он называется Ланженесис Куратор, и это, собственно говоря, вот такой вот хаб, где с одной стороны у нас есть клиники, которые оперируют, собственно, своими, мы называем их Data Publishers, то есть публикаторы данных, которые имеют свои админ-панели, где они могут регулировать, какое количество данных, о чем они вообще показывают, а с другой стороны куратором пользуется фарма, то есть спонсоры исследований, это может быть не только фарма, которые в реальном времени могут ходить и, собственно, кверить эти датасеты и понимать, что там вот здесь у нас есть столько-то пациентов, здесь столько-то, здесь столько-то, в этом регионе столько-то, и посылать напрямую запросы в клинике, если им что-то из этого нужно. Процессивных платежей – сложная тема. Будь то стартап в сфере биотехнологий, маркетплейс, е-коммерс или классический аффилиэт бизнес. Особенные сложности возникают, когда это международный бизнес, и нужно подстраиваться под правила в разных странах. Быстрее, дешевле и надежнее доверить это профессионалам, таким как постоянный партнер наших выпусков – компания «Капиталист». «Капиталист» предлагает свои услуги как бизнесам, так и частным лицам. Для интернет-бизнесов это в первую очередь сервис массовых выплат, благодаря которому можно легко и быстро платить сразу многим контрагентам. Что касается физлиц, хотя и бизнесов тоже все же покупают рекламу, то сервис будет максимально полезным для ребят, которые запускают рекламные компании в TikTok, Google Ads, Facebook и других рекламных сетях. Если у вас одновременно откручиваются десятки компаний в разных аккаунтах, то вы наверняка уже пользуетесь виртуальными картами. И тогда вам точно нужно обратить внимание на виртуальные карты от «Капиталист». Вот их главное преимущество. Виртуальные карты доступны в двух валютах – доллар и евро. Страна юрисдикции карт – Великобритания. Аккаунты с такими картами имеют повышенный траст от рекламных сетей. И третье – возможность массового выпуска карт. Плюс оборот по карте может достигать 20 тысяч долларов в месяц. Узнать детально о тарифах и заказать виртуальную карту вы можете, перейдя по ссылке в описании. Ну а для подписчиков «Точки» выпуск такой карты будет бесплатным с промокодом .g. Активируйте промокод через официального бота «Капиталист Телеграм» и следуйте инструкциям. Желаю приятного просмотра дальше и плодотворного сотрудничества с «Капиталист». Там есть три продукта, насколько я понимаю. Там есть два продукта на самом деле. А третий – хотите запустить или он на паузе? Он скорее внутренний. То есть это итерация одного из продуктов. Давай так, их два. Тех, которые продаются у компании. Расскажи, за что вы платите? Куратору платят спонсоры. Это абсолютно… То есть куратор абсолютно бесплатен для больниц. Мы ничего не берем с больниц за то, что они показывают свои данные. Они загружают метаданные, правильно? Это легко им сделать без вашей помощи? Они, да, они это могут сделать буквально за парами. И у них, получается, на вашей платформе есть, грубо говоря, портфолио, что ли? Да, совершенно верно. Окей. Больницы вам за это не платят? А кто платит, чтобы смотреть этот портфолио? Спонсоры исследований. То есть другая сторона – это может быть фарма, это могут быть какие-то AI-компании, которым не нужны пациенты, им нужны датасеты, которые они хотят в этих больницах купить или получить, или получить к ним доступ, без разницы. То есть куратор монетизируется со стороны спонсоров, и там спонсоры платят как за подписку, это годовую, по квартальному подписку. И также там есть SuccessFee-компонент, а именно SuccessFee с найденных пациентов. Это значит, что когда спонсор нашел в себе пациентов, и послал запрос больницы, собственно говоря, который этих пациентов хостит, мы за это тоже берем деньги. Ну и больница будет тоже рада, потому что она… Больница рада автоматически. То есть больница, она заинтересована а монетарно, и б, конечно, академически тоже, потому что если у тебя есть клинический центр, и у тебя происходит большое количество клинососпытаний с большими фармами, ну это просто очень престижно. Все эти ребята платят вам по подписочке, в зависимости от того, сколько они хотят покрыть регионам. Или есть фикс? Нет, есть фикс. Для очень маленького спонсора это может стоить достаточно символически по меркам индустрии 10 тысяч в год. Для очень большого спонсора это может стоить больше 100. Сколько у вас клиентов в кураторе именно? Ну куратор он разделен на две части, то есть первое это сколько у тебя там дейта паблишеров, то есть больниц больше 30. Я против больше. И patient reach там больше миллиона. То есть до скольких мы можем дотянуться. Со стороны спонсоров, ну давай так, это несколько, сейчас уже несколько больших фарм. Это два правительства, это, ну то есть два governmental clients, я не знаю, как их называть. А им зачем? Правительственные клиенты. Много зачем на самом деле. Например? Ну, например, есть такая штука, как национальные биобанки. Национальный биобанк это, собственно, такой большой архив биомедицинских сэмплов населения. Разные, там есть здоровые люди, больные люди с диагнозами, без диагнозов и так далее. Но самая главная функция биобанков на национальном уровне, это как раз таки привлекать исследования клинические. То есть фасилитировать, собственно говоря, то, чтобы фарма приходила в страну, чего-то исследовала, занималась каким-то ресёрчем биомедицинским. Им куратор тоже нужен. Это всё завязано в один такой большой узел, потому что чем больше у тебя клиноспытаний, тем больше фарма к тебе приходит, тем больше у тебя начинают кучковаться каких-то биотех-стартапов, в котором нужна инфраструктура. Больше появляется инфраструктуры, больше появляется всяких сервис-провайдеров вокруг этого. Конечно, да. Это такая, собственно, саморазвивающаяся... А ты когда говорил про маленьких ребят и большую фарму, то правительство ты куда отнёс? Десятки вот этих? Нет, это большие ребята. Правительство, это большие ребята. Я не могу, к сожалению, назвать самого большого правительства, главного клиента, который у нас есть. Он не в этом регионе, давай так, он не в Европе находится. Но закончим. То есть есть несколько фарм, есть правительство, есть отдельный пласт, это академические инститюшены. Если мы это всё упакуем в какие-то очень простые понятия, ты вот как фарма приходишь туда, ты говоришь, мне надо найти или там какой-то контрактор, который фармой нанят, мне нужно найти пациентов. То есть у тебя есть отдельный большой блок, назовём его идентификация. Ты их идентифицировал, запросил к ним доступ. Всё, супер. Поняли, где они, там есть какие-то где-то когорты, кто-то бегает. Вроде как клиноспытания можем собрать. Дальше встаёт вопрос, как их заонбордить в это клиноспытание. Потому что в идеале тебе нужно было бы вот этот вот диджитал свой процесс, что ты вот так вот красиво всех идентифицировал, запросил, а дальше как тебе их добыть-то, этих людей реально. То есть как взять у них так называемый consent, то есть пациентское согласие записать определённым образом, как провести в цифровом виде прескрининг, задать им какие-то вопросы, чтобы понять, они вообще подходят, не подходят и так далее. То есть оптимизировать процесс вот именно энроллмента самого. И этим занимается второй продукт Longenesis. Это Longenesis Engage. И это, собственно говоря, тул, который деплоится на уровне больниц. Ну, опять-таки, они называются HCPs в фарме, Healthcare Providers. То есть где больница локально может заэнроллить вот в Engage пациентов, которых спонсор выбрал, аутентифицировать их там. То есть они сами могут аутентифицироваться, опять-таки, подходящим для страны определённым образом. Они могут подписать своё пациентское согласие на то, чтобы где-то участвовать, ширить свои данные, что угодно делать. И также этих пациентов там можно опрашивать и можно генерировать так называемый RWE, что означает Real World Evidence. То есть это данные о реальной жизни пациента. Уже не метод. Совершенно верно. Просто мы когда говорим, что фарме нужны пациенты, они фарме нужны для очень разных вещей. Клиниспытание – это самое очевидное. Менее очевидное – это так называемые Market Access Studies. То есть это когда большая фарма приходит на новый рынок, и ей нужно понять, как медикамент будет продаваться или какие медикаменты сейчас употребляют конкретные пациенты и так далее. И для этого тебе нужно как фарме, опять-таки, каким-то образом найти когорту из 500 человек и с них собрать данные. И вот как это сделать? Их опять-таки надо найти, их опять-таки нужно заинролить в какой-то стадии, так или иначе. Нужно взять у них согласие, определенным образом записанное и так далее, и тому подобное. Вот. Этим занимается как раз-таки Engage. Это SaaS-продукт. В данном случае платят уже больницы. В данном случае платят... Там и так, и так. Там платят и больницы, и спонсоры, смотря, кому это надо. То есть больницы за это платят тогда, когда больница сама занимается исследованиями у себя и с помощью Engage собирает какие-то данные для своих целей. Иногда спонсор платит за Engage, когда он с этим Engage приходит в конкретную больницу, говорит, смотри, вот у меня есть Тул, у тебя есть пациенты, тебе денег за то, что ты к пациентам даешь доступа, Лон-Женесису денег за то, что продал мне Тул, погнали. Окей, значит, если я правильно понял всю цепочку. На кураторе какая-то большая фарма, купив у вас доступ, получает большую выборку, и там четыре человека в Милане. Например. То есть она идет в эту клинику, говорит, установите или купите подписку вторую, да, или сама покупает вторую. Чаще всего в клинике уже будет Engage. Уже будет. В тот момент, когда уже будет, кто будет за это платить? Клиника, получается? Обычно за это платят, чаще всего за это сейчас платят клиники, но у нас есть кейсы, когда за это платят спонсор. Окей. То есть я правильно понял, у тех, у кого уже взяли мета-данные, у них, скорее всего, стоит Engage. Да, совершенно верно. У них есть подписка, соответственно, эти ребята сразу к ним обращаются. Быстренько четырех пациентов этих, ну, если получается подписали, они должны реально сказать. Энроид, прискрининт, да. А почему? А в чем выгода для пациентов, еще раз, важный момент? Они хотят жить, и если мы говорим про какие-то, ну, такие, ну, серьезные болячки, опять-таки мы возвращаемся к онкологии, которая выкашивает больше всего, то для них это вот этот access to treatment, да, потому что, скорее всего, у них уже ничего не работает. Никак фарма по-другому не представляет. Иногда она их инцентивизирует финансово. Иногда пациентам действительно платят, но это обычно не какие-то, не какие-то исследования, каких-то прорывных препаратов, потому что в такие пациенты обычно между собой даже могут конкурировать, чтобы попасть, вот. Но иногда, да, пациентам платится, конечно. Окей, вы Engage продаете по SaaS-модели, ты говоришь? Да, совершенно верно. Ну, грубо говоря, как куратор. Ну, и да, и нет. У куратора есть фиксированная подписка, фиксированная подписка и success fee. Это значит, что куратор, по сути, берется спонсора денег тогда, когда куратор принес пользу. Да, то есть, ну, вот они нашли пациентов, окей, заплати за это. Да, то есть, ну, до этого тебя ничего не просит, ну, подписку попросили. Вот. А Engage, он, он билится пакетами. Это значит, что если больница, там, или кто-нибудь еще планирует онбордить, там, 100 тысяч человек в год в свои, там, какие-то исследования, это стоит столько-то. Если, там, 10 тысяч человек в год, это стоит столько-то. Она уже прибыльная? Long Genesis? Да. Long Genesis, на самом деле, начал монетизироваться недавно. Да, то есть, это важно, это важно упомянуть, но он, давай так, у него достаточно многообещающие сейчас какие-то финансовые показатели, потому что энное количество, даже лет в Long Genesis было потрачено на то, чтобы понять вообще, какой продукт индустрии нужен. Это вот, когда ты сказал, что звучит просто, вот, на самом деле, вот мы сделали так, чтобы оно просто звучало, на самом деле не просто, на самом деле очень консервативная индустрия, очень аккуратные, осторожные клиенты, которым ты что-то продаешь, ничего не делают для того, чтобы поставить себя в какую-то рискованную ситуацию, потому что, ну, фарма, она одна из самых зарегулированных, собственно говоря, областей. Поэтому, как только это данные, как только это пациенты, ты должен везде продемонстрировать, что у тебя прям вот никаких там боттлнеков нигде нет. Сколько инвестировали в компанию? В компанию, наверное, на этом этапе всего порядка, может быть, двух миллионов. Это за три года, правильно? Четыре уже? Да, где-то так. Три-четыре? Ну, три, давай три, да, где-то двух миллионов. Когда они отобьются? Экзит, таргет для лон-женесиса, это порядка, там, четырехсот-пятисот, да, миллионов. Это то, на что там смотрят, ну, это абсолютно реалистичная цифра, такая просто вот, типа, ребята, да, у нас действительно получилось, вот за столько продали. Если получилось очень хорошо, тогда дороже. Если мы говорим про то, как быстро отобьются инвестиции, ну, наверное, к середине следующего года даже должны были бы отбиться. Можешь сказать, сколько вы зарабатываете сейчас? Точную цифру сказать не могу, потому что не имею права. Свои первые, там, наверное, месяцы четыре коммерческие, за первые месяцы четыре коммерческие компания, там, сделала, по-моему, порядка 110 тысяч выручки. Этот год, ну, букты, прибукты, ревеню, ну, нужно постараться, нужно постараться в районе миллиона, наверное. В год? За этот год. Как тебе, чувака, из права, да, то есть по факту, юрист-капиталист занесло сейчас в продолжение жизни, а до этого в нефтяной бизнес, страшно сказать. Я на втором курсе университета, я просто сломал огромное количество копий, я попал на практику, в парламент. Я не помню, за три месяца, за шесть месяцев, сколько я там провел, я разочаровался в госуправлении просто настолько, что я сказал, что все, понятно, я закончил Бакалавра, но я сказал, что госуправление, любые министерства, любое что-то, это вот просто не про меня. И все. Таким образом, госуправление отвалилось, да, а потом первый стартап, действительно, это Вортекс Оил Инжиниринг, это компания, которая, она не совсем нефтянкой на самом деле занималась, и занимается, она занимается повышением нефтеотдачи. Ну, это я так сцерковал. Если ты просто в двух словах объяснить, что это такое, у тебя, когда оператор месторождения, условный Лукойл, например, покупает клок земли и говорит, вот здесь будет скважина, то есть вот там есть нефть, мы все разведали, это не бурят эту скважину, у тебя какое-то количество, собственно, нефти, оно вылетает само из-за давления. Фонтаны из-под земли, это вот оно. А потом, когда это давление спадает, ее нужно как-то оттуда выталкивать. Здесь начинается самое интересное, потому что, ну, за там 100 плюс лесу существования самой индустрии нефтянка, она ничего нового не придумала, они бурят вокруг скважины, называются эти скважины нагнетательные, та, которая добывает, соответственно, добывающая, и начинают туда закачивать воду. То есть они нагнетают в пласт воду под давлением для того, чтобы эту нефть вытеснять. Ну и что дальше происходит? Они, соответственно, потом, после всего этого добывают флюид, так называемый, то есть это уже смесь нефти. Совершенно верно. Они ее сепарируют, и нефть, понятно, в один трубопровод, а вода обратно. То есть это похоже на то, как антифриз в машине циркулирует по кругу. Они ее закачивают обратно, закачивают они ее уже техническую. То есть техническая вода это термин просто грязной воды, которую грязно сепарировали и зафигачили обратно. Это плохо. Потому что она неэффективная. Это не плохо, это просто неэффективно, да, потому что само месторождение внутри, если на него посмотреть, оно похоже на губку. Вот ты спонжиком моешь посуду дома, и в таких же порах хранится нефть. Да, и вот ее нужно, это называется свип-коэффициент. Чем выше свип-коэффициент, тем лучше у тебя фронт замещения воды, собственно проникает вот в эти разные части пласта. И мы придумали, каким образом эту воду обрабатывать таким образом, чтобы повышать ее свип-коэффициент. Не чище, на более текучей. Давай это так назовем. Чище для нефтедобычи. Инновация в нашем случае заключалась в том, что мы ее не фильтровали. Фильтровать очень дорого. А мы придумали, каким образом можно оснащать собственно трубопроводы на нагнетательных скважинах. Таким устройством особо бесхитростно мы его и назвали вихревое устройство. Вы его не придумали, вы где-то посмотрели. Мы его придумали. Придумали. А что это за история в Новосибирск? История про Новосибирск заключается в том, что наши технори из Новосибирска. То есть наша техническая команда, наш CTO, он сменился со временем в команде. Но изначальный фаундер, один из кофаундеров компании, это наш CTO, он из Новосибирска. То есть он придумал прям вот эту штуку? Да, он прям придумал эту штуку, он ее придумал как гипотезу. Мы эту гипотезу под нее, собственно говоря, привлекли деньги, сделали R&D и построили из этого какой-то продукт, который стал использоваться дальше на месторождении. Это что-то большое? Это что-то, в зависимости от того, насколько большая у нас скважина нагнетательная. То есть нагнетательная скважина – это просто такая компиляция труб, которая уходит под землю. То есть там нет ничего особого. То есть просто арматура устьевая, так называемая. Но, ну да, то есть объемы, которые она закачивает, там может быть там, не знаю, 300 тонн в сутки, 400 тонн в сутки воды. Под большими давлениями, там 150 атмосфер. И вы начали это подавать как коробку? Да, и мы начали это лизить, лизить. Мы начали это лизить операторам. Мы столкнулись просто со страшнейшим противодавлением со стороны операторов. Когда тебе 23 года, и значит, какой-то молодой шнур приходит к ним и говорит, друзья, значит, я не хочу вас расстраивать, вы вообще все делали неправильно. У вас плохая вода, раз. То есть они это и так знают. Вот. И вы все делали неправильно. Вот вообще все. То есть вот можно поставить вот это, там сэкономить, увеличить добычу, потому что все это делается ради того, чтобы выталкивать больше нефти. То есть увеличивать добычу на конкретную добычу. Кто как называет, на конкретном месторождении. Ну вот. И это был, наверное, один из самых больших таких адопшен барьеров для нас. Просто не веря индустрии в то, что это вообще может работать. Как поломали это? Да никак не поломали. Или не поломали просто? Нет, поломали просто результатом огромного количества попыток. То есть, ну, ты идешь один раз себя посылают, ты идешь второй раз посылают, сорок пятый раз тоже посылают, но сорок шестой решил кто-то послушать. Вот. Решили послушать, зацепился, предложил, собственно, пилот ПОС, так называемый, Proof of Concept Study, за свои деньги, ну, за свои компании, в смысле, за наши. Вы бесплатно давали? Первый, конечно. Конечно, первый бесплатно. То есть, ты делаешь, мы сначала собирали данные с месторождения, мы собирали данные по закачке. 95% всего времени, которое инженеры проводили, они проводили в стадии, так называемого, CFD-моделирования. Это Computational Fluid Dynamics. То есть, это софт, который, в принципе, моделирует потоки, да, то есть, и смотрит, как, чего происходит, потому что то, чего нам нужно было добиться, это чтобы у нас внутри этого устройства вот эти вот большие фракции, там, нефти, еще чего-то, что там в этой воде осталось, они разбивались на более мелкие. То есть, об этом можно думать, как об огромном миксере, на самом деле, ну, так вот, некоторого рода. Ну, вот, и потом, собственно говоря, производство, за это производство мы сами платили, тащили это все на месторождения, начинали мы с Румынии. Да, в Румынии, наверное, первый год. Но это не особо принципиально в нашем случае, мы его можем там засетапить где угодно. Это что-то очень простое, да? Это относительно тривиальная работа с металлом, которую может сделать... Так а почему вас не повторяют или повторяют уже давно? У нас в этом-то вся и штука. То есть, чтобы это реверс инжинирить, тебе нужно понимать, почему геометрия внутренняя такая, какая она есть. И здесь вот это вопрос про корневые компетенции команды. Корневые компетенции не в том, чтобы чего-то делать из металла, а в том, чтобы уметь анализировать и высчитывать и оперировать теми переменами, которые, собственно, ты используешь для того, чтобы геометрия работала так, как она должна работать. Для тупых, то есть, сами лопасти должны быть какие-то... Для тупых внутренняя геометрия устройства должна быть очень сильно подстроена под... Конкретную скважину. Да, качество воды, темп закачки и так далее, то есть, параметры конкретной скважины. То есть, грубо говоря, вот эти лопасти, которые миксера, должны быть... Там же лопастей-то нет. Там нет движущихся частей внутри юнита. Короче, звучит, как будто наебалово. На самом деле, это не наебалово, причем это не наебалово, оно доковыляло аж до Арамка. Ого! Так началась эпопея с нефтянкой. Почему она вообще началась? Потому что было интересно разобраться и потому что я искренне до сих пор считаю, и я все более и более уверился в этом вот сквозь года, что называется, что научиться можно всему. Но какие навыки нужны? Ну, то есть, вообще, даже не навыки, а, не знаю, образ мышления, возможно. Что? Ну, то есть, надо быть гибким, это понятно. Что-то еще возможно? Я не думаю, что там есть какой-то набор качеств, если честно. То есть, А, нужно быть любопытным, Б, нужно быть усидчивым, С, нужно очень спокойно реагировать на сам факт того, что тебя будут посылать очень много и очень далеко, вот, и Д, нужно уметь окружать себя людьми, у которых эти компетенции есть. Когда мы говорим о каком-то диптек-стартапе и стартапе, который, мало того, что диптек, он еще и основан на какой-то, называется, hard IP, то есть, это какая-то наука, которая запатентована и которая потом там воплощена в железе. Ты не можешь, собственно, по-другому, ты окружаешь себя людьми, которые разбираются очень узко во всех, собственно, компонентах того, чего у тебя на столе есть, и ты вот это вот так вот впитываешь и пытаешься собрать вместе. Все. Я так понял, что ты был кофаундер из Новосиба. Да. И кто-то еще? Кто дал деньги, скорее всего? Кофаундер, ну, деньги дали, первые деньги, это был пресид от одного из фондов Латвии. Тебе 23, ты пошел, запичил? Ну, 23-24. Окей, окей. И ты что, пошел, запичил? Я пошел, запичил, меня послали. Мне сказали, на самом деле, инвестора, когда они услышали про Вортакс, они сказали что-то типа того, что сказал ты, что, ну, звучит, как гаражная магия, да? То есть, какая-то черная, какая-то черная коробка, вот, звучит прикольно. Продай. Да. Принеси, trial agreement, мы понимаем, что тебе нужно будет это сделать за свои деньги, денег, как ты понимаешь, в тот момент нет. Ну, то есть, есть, но не такие, да? То есть, тут какие-то просто, просто там, вчерашний студент, ну, 23 года. Вот. Принеси trial agreement с оператором месторождения, то есть, с нефтьной компанией, по сути, своей. Мы дадим денег. Ну, окей, через полгода мы принесли trial agreement. Вы кого-то в Европе, по-моему, подключили. Румыны, да. Почему румыны? Потому что мы посмотрели на рынок, и наш такой таргет-клиент, по крайней мере, для какого-то proof of concept, он был компанией, у которой старые месторождения. Румыния была одной из главных нефтедобывающих вообще стран во время Второй мировой войны. Поэтому это очень старые месторождения. Там заводнение применяется последние 30 лет. И понятно, что они уже все собственно говоря до конца себя и жили. Поэтому мы выбрали румын, мы им запичили это дело. Не надо стереотипно мыслить, это нормальные абсолютно технори, которые разбираются в своем деле. Мало того, эта компания в принципе принадлежала к ОМВ группе. Поэтому мы просто нашли боль и нашли, у кого эта боль была, и туда пришли. И они вам потом заплатили уже? Они нам не заплатили. Мы это сделали за свой счет. Они почему отказались? У них изначально особо-то и денег не было на это. Но нам это было не нужно. В тот момент нам нужно было собрать первые полевые данные от оператора. И с этими полевыми данными ты дальше мог пойти к другим операторам большим и платежеспособным для того, чтобы, собственно говоря, это все пытаться дальше продавать, лизить и наращивать какие-то объемы. Еще важное уточнение. Это просто был девайс. Без софта, ничего. Софт участвовал на момент его дизайна. То есть софт, который мы юзаем, который сейчас команда Vortex юзает, это тот же софт, который использует NASA для моделирования потоков воздуха, воды. Он платный или это какой-то? Он платный, конечно платный. Он сильно платный. Неприлично платный. Хорошо. Значит, получается, с помощью этого задизайнили, сделали коробочку, произвели на свет. Коробочку, правильно? Нет, не коробочка. Это выглядит, как большой сегмент трубы, которую мы вырезаем прямо в водовод. То есть мы вырезаем два метра трубы и вставляем туда вот эту нашу штуку. Окей. И вы ее продаете поштучно? Мы ее не продаем. То есть это как подписочка? Это подписочка, совершенно верно. Это такой product is a service в мире нефтянки. И смысл в том, что если меняются условия нагнетания или меняются условия закачки жидкости в пласт, нам иногда приходится делать редизайн устройства, чтобы оно, собственно говоря, работало максимально эффективно. И когда это подписочка, это просто входит в наш какой-то сервисный пакет. Айтишки тут мало. Я так понял. Айтишки тут мало. Тут огромное количество итераций на уровне каких-то физических процессов. То есть это гидроакустика, по сути. Это значит, что у нас там сидело несколько докторов наук в этом софте и пыталось, собственно говоря, понять, каким образом заставить потоки воды взаимодействовать так, чтобы они в какой-то момент расщепляли вот эти крупные фракции, которые в воде были. Айтишки тут в ее каком-то консюмерском понимании нет, конечно. А конкуренты появились за это время? Относительно нет. И в этом как раз-таки заключается достаточно интересный кейс Вортекса, потому что то, чего Вортекс делал, он думал в направлении, противоположном тому, куда думала остальная нефтянка. То есть остальная нефтянка, логика какая? Если у нас упала эффективность заводнения, мы можем либо начать чистить эту воду, и это просто дополнительные какие-то косты на фильтрацию, ставим там какие-то фильтры, строим еще одну станцию по пьюрификейшену воды и так далее. Либо мы начинаем добавлять полимеры. То есть это уже третейные так называемые методы повышения нефтеотдачи, и они просто очень дорогие, опять-таки технологический процесс сложнее. То, чего мы придумали делать, мы придумали не делать ничего вот этого, а вместо того, чтобы фильтровать, попробовать уменьшить размер того, что они фильтровали. И как будто бы вся вот эта грязь, которая там в этой воде оставалась... Чем меньше трубочка, грубо говоря... Чем меньше капля нефти, которая летит в этом потоке, который перезакачивается, тем легче этой воде попасть в маленькие поры в пласте. Поэтому наша гипотеза была инженерная в том, что не нужно фильтровать воду. То есть, можно просто сделать так, чтобы ей ничего не мешало попадать в эти маленькие капилляры. Окей. Компания до сих пор существует. Ты там ничем не занимаешься уже? Я достаточно пассивной роли сейчас нахожусь. Ты кофаундер, у тебя был инвестор и еще один кофаундер, который вышел? У меня было чисто технически два кофаундера. Это второй мой партнер, с которым мы начинали. И наш ЦТО. Это технический директор. Который и придумал девайс. Да. Девайс, не девайс, гипотезу саму. Да. да. Какие-то первые куски IP. Он вышел в какой-то момент. То есть мы с ним в очень хороших отношениях. Он просто чуть старше, скажем так, меня. И в какой-то момент он занял более пассивную роль. Он до сих пор шерхолдер. В некотором смысле он до сих пор шерхолдер. Но у компании сейчас другой СТО. Да. Совершенно верно. Окей. Это что за бизнес с точки зрения денег? Он достаточно наверное прибыльный с точки зрения денег. Потому что я не могу особо разглашать какие-то там конечные цифры. Но лизится то есть один юнит оборудования, то есть один вот этот девайс он там лизится оператору где-то в рейнже от 15 до 25 тысяч долларов в месяц. Таких таких юнитов у тебя может быть на одном месторождении. а месторождений у большого оператора может быть 100. На одном месторождении у тебя их может стоять 6, 7, 10 и так далее. А клиента у вас вообще много разных компаний? Чуть-чуть есть, да. Типа 6? Типа наверное где-то так. Где-то 6. То есть это такие B2B, Enterprise, конкретные продажи. Да. Мы говорим как раз таки DeepTag. И чем он отличается? Он отличается очень длинным жизненным циклом. И компания она все еще не там чтобы продаться какому-то большому оператору. В некоторой степени она все еще генерит данные вокруг себя и она будет их еще генерить какое-то время. Но тем не менее там несколько инвесторов. Эти инвестора заходили на местная живность мешает. Да, да. Заходили на разных раундах и да, то есть там сейчас конечно более сложный каптейбл чем он был когда мы начинали. Параллельно запускается компания которая называется Coltum она опять все еще существует и там мы пробуем добавлять делать так называемые drug delivery системы на поверхности имплантов. И под имплантами я понимаю зубы и ортопедические импланты. Это значит что когда человеку там меняют колено, бедро вставляют дентальный имплант его могут вставить как кусок железа его могут вставить как кусок какого-то обработанного железа а как бы такой ultimate endgame этого всего это сделать что-то что со своей поверхности сможет релизить контролируемо релизить лекарства очень точечно в то место где была операция. Концепт в том чтобы уметь а имплант изолировать от тела чтобы не случилось металлоза там еще чего-то каких-то воспалений и б сделать так чтобы ткань быстрее формировалась вокруг подавить какое-то локально подавить какое-то воспаление и не заставлять человека принимать эти медикаменты перорально потому что у пероральных медикаментов конечно же success rate будет ниже есть оболочка которая растворяется для того чтобы имплант лучше прижился да зуб выглядит как винтик такой дентальный имплант вот этот винтик в идеале что что ты с ним хочешь сделать ты хочешь его чем-то покрыть каким-то образом чем-то биоактивным что будет растворяться со временем что будет с одной стороны стимулировать вырастание этого винтика с другой стороны делать так чтобы вокруг винтика не развивалось какое-то локальное воспаление которое может привести к тому что винтик отторгнется твоим телом и третье генерально изолировать на момент приживления винтик от организма таким образом чтобы вокруг него создавалась максимально вот такая favorable среда для формирования кости вы тут конкретно конкретно фарма мы не фарма корневая компетенция здесь уметь в там 7 нанометровое покрытие на поверхности импланта это ну очень тонко достаточно мне кажется 7 нанометровое покрытие уметь во-первых сделать его гибким чтобы оно не трескалось под нагрузкой а во-вторых уметь туда доставить закатать условно говоря активные вещества которые ты сможешь и уметь регулировать тот период как быстро они будут выбрасываться активные вещества не ваши нет-нет-нет это уже поставщики контрагенты которые собственно фарма уже конечно ну то есть это могут быть какие-то антиинфлематори или ну что угодно наше ноу-хау в покрытиях мы можем взять любой имплант с рынка и сделать его такой вот очень биологически умной драг-деливери системой ух ты прикольно это правда прикольно как так получилось что например например инвестор в нефтесервисный бизнес не был против что ты пошел сразу же параллельно в этот бизнес вот сейчас сидя в шапке фонда там по прошествии прошествии какого-то количества лет это конечно не очень хорошо когда у тебя фаундер имеет ну какой-то расфокус какой-то стейк контролирующий в нескольких компаниях одновременно но это правда не очень хорошо и я себя за это вообще не поощряю за это решение как когда-то принято но в тот момент сложилось таким образом что мне это в общем разрешили сделать это был и там и там это был в общем диптех и там и там были другие кофаундеры которые собственно позволяли меня разгружать в некоторой степени брали на себя какую-то часть операционной работы и так далее то есть давай так это вот сейчас не должно звучать как будто какой-то чел один пошел взял сделал сначала одну компанию другую компанию и так далее и там и там были партнеры конечно модель построения и того и другого была очень похожа то есть всегда была техническая команда у которой были вот эти корневые компетенции именно в научной стороне и всегда была предпринимательская команда которая собственно говоря ну занималась всем что не наука то есть это она эту науку запаковывала в какую-то продуктовую оболочку привлекала под это деньги ходила в индустрию понимала каким этот продукт должен быть и так далее ну то есть занималась в принципе всем тем чем должен заниматься предприниматель вот поэтому это были и есть до сих пор опять-таки две укомплектованные команды которые между собой вообще никак не пересекались они пересекались только вот моей физиономии которая бывает там и там как там вот второй проект который уже биотек как он начинался с точки зрения денег у тебя уже появились деньги из нефтесервиса так же как он начинался практически параллельно с нефтесервисом такая же модель как с нефтянкой тоже есть ранние инвесторы которые тоже проинвестировали те же или не те же по-моему не те же которые туда проинвестировали и так же есть следующие уже там предклинические как бы в медикал-девайсах в фарме там нет понятия пресетит там есть понятие там предклиника proof of concept клиника и так далее предклинический инвестор там тоже потом появился и ну да то есть это была такая вполне себе классическая модель развития стартапа зачем первые и вторые ребята тебя привлекли? то есть ты их сподвиг на создание бизнеса познакомился познакомился я с ними в одном из наверное не знаю неправильно назвать акселератором одной из площадок да где у которой был доступ собственно говоря вот к этим коллективам которые занимались научными разработками в разных областях есть такая штука о которой в диптехе никто не говорит и это но очень громко думают вот ученые плохие предприниматели ученые не очень хорошо знают каким образом притворить ту науку которую они нагенерили в продукт и соответственно моими функциями как кофаундера там везде была в общем-то вся предпринимательская вот эта интерпренерская составляющая когда я ходил в индустрию я выяснял что этой индустрии надо я приводил клиентов ну я делал из этого компанию да то есть с партнерами опять-таки не один да это очень важно я делал из этого компанию мы делали из этого компанию привлекали первые деньги ну и так далее и запаковывали это в то чем она сейчас является ты остаешься в этой компании я акционер тоже да то есть ты акционер в двух таких самых ранних компаниях и по сути фейлов нету нет не было не было первые две компании которые чуть ли не параллельно запущены в разных отраслях они до сих пор существуют до сих пор прибыльные правильно они существуют они подняли денег они коутум еще не прибыльный потому что он до сих пор в клиниспытаниях это долго а какой у тебя не знаю план по этим бизнесом они оба должны экзитнуть да они оба должны экзитнуть у них у каждого есть собственно профиль того кто их должен купить ну вот индустриального игрока какого-то партнера которому это может быть интересно и там и там есть очень четкое понимание чего еще нужно доковырять чтобы это стало интересно вот ну работать надо параллельно я собственно занимался тем что я вот работал с универами и мы занимались этим курсом ВИСИ интеллектуальной собственности а параллельно этому я энное количество времени наверное года три я провел помогая собственно другим стартапам специфически ранней терапевтики да то есть ранним драгс каким-то лекарством а разбираться с их стратегией защиты интеллектуальной собственности б разбираться с их предклинической стратегией и клинической то есть чем они выходят собственно говоря на клинику какие данные нужно нагенерить и ц я помогал вам рейзить в какой роли консалтинг адвайзером каким-то консалтинг за деньги это конечно было за деньги не за долю а за деньги это было в большинстве своем за деньги и что за команда сейчас у проекта команда наверное в ланженесис это вообще ключевое что есть это на данный момент наверное 20 человек и ну и можно разделить там классический на дев-тим какой-то это больше половины и больше половины да и меньшинство это наверное бездев да то есть но это такой специфический бездев то есть это люди с медицинским образованием которые умеют разговаривать с клиниками на одном языке с фармой на одном языке и так далее что ты там делаешь ты именно какая твоя роль сейчас я лид руководишь да ты в операционке именно в этой компании да и опять еще одни прошлые итерации развития карьеры надо еще сделать что-то параллельно и появляется фонд еще фонд появляется очень интересно он же вкладывает в твою же компанию фонд появляется ланженесис давай так ланженесис является портфельной компанией ланжевиси фонд появился позже фонд появился позже да и он стал портфельной компанией потому что это инвестиция одного из текущих партнеров именно финансовая инвестиция которая была передана под оперирование фонда а окей да то есть инвестор был раньше да конечно когда ты фонд когда ты фонд создаешь ну вот тебе нужно туда чего-то положить например да то есть ланженесис это был ну это тот актив который о котором можно говорить что да это такая я подумал что ты обменял долю в фонде нет 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 но мы вообще очень нехорошая практика инвестировать в свои же компании из фонда который ты создал но это чернуха просто я бы с ней спрашиваю извини меня конечно значит ты сейчас занят больше компаний или фондов я рвусь на части в некотором смысле потому что я так же то есть нас трое управляющих партнеров в фонде то есть у меня есть еще двое коллег у нас на самом деле очень интересный микс компетенций среди управляющих партнеров в фонде и заключается он в том что у меня бэкграунд он такой наверное фаундерский больше да то есть я больше чего-то там насоздавал да или там помогал кому-то рейзить то есть я это я всю вот эту стартапную движуху очень хорошо знаю с позиции основателя у Гарри нашего второго управляющего партнера у него ангельский бэкграунд да то есть он там например на раннем этапе инвестировал в инсилика он там на раннем этапе инвестировал в бейсполт и так далее у нашего третьего партнера у Ильи у него такой очень классический финансовый бэкграунд то есть он был членом правления большое количество лет одного из крупнейших частных банков в Балтии вот и поэтому то есть мы вот втроем очень так в моем понимании органично совмещаем компетенции и можем вот даже на сделки смотреть там с трех разных сторон да то есть там как фаундер как инвестор и как в общем-то финансист такой достаточно хладнокровный в случае или я правильно слышал что во всех компаниях где у тебя есть доля у тебя таргет на экзит ну они венчер фандед все да то есть это значит что когда ты инвестор и ты где-то сидишь ты должен очень четко понимать какая у тебя собственно стратегия выхода оттуда и и как фаундер ты должен честно инвестору сказать что смотри ну вот мое видение на это такое да на рынке происходит вот это там я думаю что там экзит тогда-то или там мы залистимся или что-то с нами произойдет но это называется ликвидити ивент какой-то да то есть ну вот конечно поэтому если у тебя в каптейбле есть инвестора то скорее всего ты смотришь на экзит в фонде вы целитесь только на такие компании или кэшкау потенциальная биржа фонд смотрит на два две вертикали давай с другого конца лонжевики биотех это не какая-то магическая пилюля которую кто-то разрабатывает которую просто надо есть и не стареть да такой не будет да вот не надо об этом пожалуйста так думать это достаточно обидно вот на самом деле это конкретный угол биотеха который смотрит на так называемые это значит что это онкология это нейродегенеративные заболевания это диабет лонжевики направления да то есть лонжевики биотех у него есть очень специфичные ему какие-то направления в терапевтике это например там я не знаю как это по-русски звучит есть такое понятие как сенесен селс да то есть это терапии которые убирают из организма не до конца умершие клетки то есть которые там у нас остаются и ничего хорошего в организме не делают а в общем-то засоряют его это одна из причин старения собственно говоря потому что здоровые клетки вокруг них не могут нормально размножаться не могут там нас быстро регенерировать и так далее и тому подобное это всяческие подвиды генетических терапий то есть весь джинэдитинг он тоже очень часто относится к лонжевите теху специфически и так далее то есть ну вот это вот первая вертикаль это как раз таки терапевтика то есть и под терапевтикой я понимаю именно то что требует клинической валидации лекарства там инвазивной терапии и так далее а есть нетерапевтика и вот нетерапевтика это тот самый там AI for drug discovery это всякие биомаркеры старения это превентивная диагностика и так далее и тому подобное потому что ну в принципе главный постулат лонжевити как таковой это предотвращение болезни это не лечение то есть если ты что-то лечишь это значит что ты профокапился где-то на раннем этапе и не смог это предотвратить идем мы к тому чтобы уметь предотвращать болезни давай так да потому что очень часто ну ты не можешь человека вернуть в то состояние в котором он был до да то есть поэтому вот а философски рассуждаю одна из главных целей именно лонжевити теха это предотвращение ваша вот эта позиция фонда по 120 лет это это позиция фоундейшна фоундейшн есть откуда ну слушай это такой милстоун который реалистично перед собой поставить то есть продлить среднюю продолжительность жизни там до 120 лет это не научная фантастика это просто набор каких-то открытий или каких-то там advancements да в биотехе которые нужно сделать чтобы собственно говоря уметь предотвращать какие-то заболевания но как ты видишь то есть это несколько прорывов и и вот эта цифра будет абсолютно реальна это несколько это несколько прорывов в лечении и превенции age-related diseases которые не дают нам дожить до такого роста но нам не дает возраста нам не дает дожить до 120 лет онкология нам не дает дожить cardiovascular diseases cardiovascular это вот инфаркты инсульты у которых сейчас кстати очень сдвинулось это именно образ жизни очень часто очень часто это образ жизни не всегда очень часто я о том что как только мы разберемся с превенцией или хотя бы с эффективным лечением того что нас выкашивает гораздо раньше мы да сможем вполне себе достигать этого возраста ну то есть это нормально и я считаю что это уже теперь вопрос недалекого будущего это вопрос там следующих 10-15 лет во сколько компаний проинвестировал фонд уже порядка 5 может быть сейчас в портфеле и в ближайшие 2 месяца закрывается еще 2 специфично в терапевтике то есть у нас главный фокус сейчас наверное больше в терапевтике чем в не терапевтике фонд кстати еще дособирается он еще не полностью закрыт поэтому если среди своих твоих подписчиков есть люди которым интересно разместить деньги с каким чеком минимальным минимальный чек в первых закрытиях был от 200 тысяч классическая версия лимита партнер да конечно но наша уникальность немножко не в этом наша уникальность в том что мы супер сфокусированы то есть мы мы знаем вот longevity и все я считаю что в принципе ну там индикация очень серьезно настроенной команды фонда это когда она может показать что она внутри одного класса активов может еще дивертифицироваться в технологиях например каких-то потому что очень много биотех фондов они у них как бы баскетный опроуч ну там немножечко засандалили в medical devices какие-то немножечко какую-то фарму немножечко еще куда-то и как бы вроде как может быть чего-то стрельнет вот в нашем случае мы построены вокруг нашего адвайзери борда у нас есть операционная часть понятно то есть это партнеры аналитики там и так далее а есть адвайзери борд в который входят ну там лучшие умы наверное в геронтологии там включая одного из нобелевских лауреатов по химии например Майкла Левитта вот поэтому да если кому-то интересно я среди проектов видел стартап для не разобрался не успел что-то для животных расскажи и вообще что это за тема ты наверное видел BasePose BasePose это компания в Штатах которая занимается собственно ну они начали с ДНК секвенирования для домашних животных а специфично для кошек это был такой 23 месяц я просто забыл да я посмотрел это было 23 я только не разобрался с какой целью это делается много причин а чистопородность то есть посмотреть PureBread или не PureBread на нам халили тебя окей первые что-то вроде вот но в большинстве своем это риски для здоровья и это тоже самое предрасположенность правильно да это генетическая предрасположенность к собственно получению каких-то заболеваний которые специфичны например там или пародия или не специфичны пародия но тем не менее они развивались вот таким образом они начинали включать туда больше и больше количество биомаркеров то есть этот репорт был все больше и больше шире и объемней и в какой-то момент они в моем понимании трансформировались уже в такой практически Pet Longevity да то есть Animal Longevity это прям большая индустрия она очень очень быстро развивается в Штатах и развивается она еще и благодаря тому что ну вообще в клиноспытаниях в любых предклиниках это она на животных это значит что любые интервенции которые связаны с продлением жизни они начинаются всегда с животных да то есть у которых там схожие например факторы риска как у человека там или схожий метаболизм там или еще что-то вот поэтому Pet Longevity это прям очень горячая сейчас тема на рынке и с висишной точки зрения то есть с точки зрения какого-то потенциала к выходу но и с технологической тоже я считаю что я веду здоровый образ жизни это значит что я там не употребляю алкоголь вообще вообще и никогда не употреблял что самое интересное ни разу не пробовал нет ну я его пробовал ну я ну то есть в моей жизни не было периодов когда я бы я бы мог сказать что я вообще в принципе его сколько-либо употребляю а почему а так сложилось у меня нет никакой там неприязни или непереносимости или еще что-то я просто не нашел там ничего нужного и все вот не нашел да и я считаю курение наркотики нет 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 а где где же это пристрастие другое ну в моем в моем случае оно наверное в каких-то физических нагрузках вот это значит что ну знаешь как ты отдыхать на самом деле можешь двумя способами ты можешь либо сменой деятельности в том числе умственной это значит что если ты работаешь одну работу можно попробовать поработать вторую чтобы отдохнуть от первой вот ну это такая стартаперская история вот а второе это ну наверное переключаться на какие-то просто физ нагрузки да есть у меня там всякие разные хобби в них входит триатлон тот же любишь поесть я не делаю из этого культа из еды я про это спрашиваю ну все мы любим поесть наверное то есть как бы в рамках каких-то человеческих допусков я знаю некоторым пофиг вообще ну то есть они закидывают как просто заряжают телефон ну это ну если ты если мы сейчас про ланжевити например вот начнем говорить то это одна из очень один из очень важных компонентов да то есть не надо просто закидывать как будто бы заряжать телефон нужно в общем осознанно это делать но вот точно вокруг этого строить жизнь не стоит что ты делаешь из того что вроде как вредновато но нравится я мало сплю вредновато очень вредновато а почему так делаешь потому что иногда не хватает на что-то времени и я с годами научился меньше жертвовать каким-то своим физическим состоянием в угоду работе например которой всегда будет много в основном команда работает из Риги я правильно понял да в основном в Риге а команда фонда она очень раскидана то есть у нас есть коллеги которые работают из штатов из Беркли например из Калифорнии есть ребята аналитики которые работают из Германии из Мюнхена что-то в Риге происходит да генерально у нас юридически две локации у нас есть офис в Швейцарии в Улгана и в Риге в Ратвии недавно фонд сделали и на Блумберге анонсировали фондэйшн и почему он в Швейцарии я от него очень понял потому что офис там фонд этот в нашем случае таргет на 35 миллионов евро который мы как early stage VC инвестируем в проект на ранней стадии у фонда есть инвестиционный меморандум так называемый который регулирует его собственно поведение его инвестиционный мандат ретерн который он таргетит перед своими лпшниками и так далее и тому подобное то есть это это одно чем кстати фонд уникален не договорил уникален он тем что мы даем своим лп в принципе прямой доступ к тем технологиям в которые мы инвестируем это значит что наши лп могут поговорить с нашим адвайзер и бордом если им интересно это значит что они могут теоретически получить доступ собственно говоря вот к тому теху в который фонд зашел и к которому он теперь имеет какое-то отношение как шеррхолдер и это достаточно уникальная ситуация потому что обычно этого не происходит обычно в фондах лп это ну просто финансовые инвесторы которые ждут какого-то возврата фаундейшн фаундейшн был анонсирован только что и это нон-профит да то есть идея главная идея фаундейшн в том чтобы собственно толкнуть качественно и количественно толкнуть вперед лонжевити ресерч которому сейчас очень сильно не хватает денег поэтому идея именно лонжевити сайенс фаундейшн была в том чтобы сделать нон-профит который сможет давать нон-эквити собственно говоря гранты вот коллективам которые занимаются определенными проблемами в старении да то есть работают над какими-то очень такими early stage технологиями в старении которые еще не интересны висишникам но которые являют собой какой-то ну потенциально фундаментальный интерес для всей индустрии как это все работает это швейцарский нон-профит который мы который мы построили в общем-то исходя из принципов полной прозрачности вот который там аудитируется PwC и так далее и тому подобное который собирает донейшены то есть с доноров для чего он это делает для того чтобы иметь капитал которым он будет оперировать который он может аллоцировать в виде грантов собственно говоря вот этим вот проектом на ранних этапах доноры в свою очередь получают права early adoption да то есть они опять-таки получают доступ к к технологии даже не клиническим может быть даже не клиническим испытанием а какой-то да терапии которая в итоге из этого получится ибо они получают права голосовать за те проекты которые собственно говоря foundation будет отбирать для потенциального фандинга таким образом foundation работает у него есть очень важная часть которая называется vision и reward в этот vision и reward сейчас входит пять человек и это опять-таки гранды в своей индустрии начиная от ведущих геронтологов заканчивая практикующими именно longevity physicians то есть лекторами которые прям занимаются продлением жизни вот и такие тоже уже есть и весьма успешно этим занимаются вот этот vision и reward он как раз таки очерчивает определенные вертикали которые с каждым мы называем это call for projects да с каждым циклом финансирования собственно говоря foundation будет поддерживать вот и таким образом мы получаем проекты которые сами приходят сами оставляют свои заявки рассказывают для чего им это финансирование нужно у нас есть vision и reward который их фильтрует некоторым образом у нас есть аналитическая команда которая делает на них due diligence и у нас есть донейтеры самого foundation которые имеют право проголосовать вы можете забрать на первом ну типа вот кто пришел foundation ребят в коммерческий фонд ну технически да ну то есть это инец лид магнитов цели цели нет это не лид магнит это делалось для того чтобы придать индустрии какой-то качественный пинок да и чтобы там в ближайшие 10 лет мы действительно увидели технологии которые позволят нам решить ну какие-то радикальные там проблемы по превенции тех заболеваний например которые мы сейчас там не лечить не превентировать и вы собираетесь 10 лет собрать ярд Мы не собираемся собрать ярд, мы собираемся распределить ярд за 10 лет. Собрать же нужно тоже от спонсоров. Это значит, что собрать нужно быстрее, чтобы распределить за 10 лет. Понятно, но сначала собрать, чтобы распределять, понимаешь? Да, причем на стадии, когда мы только запустились, официально это был первый аннонсмент. Да, я об этом написал и Bloomberg, и все, кому не лень. У нас уже есть коммиты на энное количество миллионов. А зачем фонду вообще офис в Швейцарии? Там есть часть команды, там есть часть административной деятельности и так далее. Но юрисдикция – это Рига? Юрисдикция самого фонда не Рига и не Швейцария. Фонд – это полностью регулируемая entity. У него есть лицензия Сека, той страны, где он зарегистрирован. Он регулируется, аудитируется. Подожди, а СЕК есть кроме Штата еще где-то? Ну, Security is an Exchange Commission – это просто регулятор. Просто все, когда говорят СЕК, то понятно, что это… Нет, не штатовский. Не штатовский. Хорошо. Ты живешь в Юрмале? Я живу в Риге. В Юрмале, слушай, 20 км разница. Какая ситуация сейчас в Латвии вообще? И возможно ли из Риги сейчас построить единорога? Потому что ваши соседи, которые чуть повыше… Из Риги построили единорога. Эта компания называется Printful. И она стоит больше миллиарда. Можно построить единорога. Было бы желание. Насколько это подходящее место для стартапа, если у тебя есть выбор в Европе? В моем понимании достаточно подходящее. Вопрос, чего свой стартап делает. Есть стартапы, которым нужна такая фундаментальная близость к индустрии, проблема которую они решают. Это значит, что если ты оптимизируешь какие-то процессы для производителей шин, то, наверное, лучше быть где-то, где их производят. Но генерально, с точки зрения какой-то экосистемы, мне кажется, что правительство в Латвии за последние несколько лет сделало очень много, чтобы стартапы привлекать. Это и стартап-закон так называемый. Это и статус стартапа, который тебе дает налоговые послабление, возможность ускоренного ввоза специалистов, возможность ускоренного получения вида нажительства и так далее и тому подобное. То есть много чего сделано, на самом деле, чтобы сделать Ригу и Латвию вообще привлекательными для даже сторонних ребят, которые изначально не родились, не работали. Вы в такой нише, как мне кажется, я про фонд сейчас, что, наверное, процент ребят, которые приходят с идеями стартапа, проектов или с первыми даже версиями MVP, мне кажется, что процент таких городских сумасшедших должен быть выше, чем в других фондах. Это так или нет? Нет, не так вообще. У нас нет городских сумасшедших. То, каким образом мы генерируем воронку, мы на процентов 80 ее генерируем как раз таки через наш advisory board. Но в целом количество проектов, которые очень странные, они же все приходят и продают будущее. То есть мы говорим про такую серьезную историю футуристическую. Совершенно не обязательно, нет. Ну смотри, вот у нас сейчас фонд закрывает две сделки. Первая сделка, она в так называемый TIL-space, это TILs, это Tumor Infiltrating Lymphocytes, это генномодифицированные лимфоциты. Вторая сделка, на которую мы смотрим, она в… Ну и генерально даже не конкретно это, а там ниша, это эпигенетическое репрограммирование так называемое. То есть это, наверное, следующий шаг после CRISPR. То есть вот были эти генетические ножницы, генное редактирование. Сейчас мы научились понимать, каким образом можно менять поведение клетки, не редактируя ее геном. Это мы, когда ты говоришь, что это… Мы как человечество, давай так, как индустрия. Ну и это терапии, которые в предклинике. То есть это не какое-то там прямо заоблачное будущее, это предклиника, в которой показаны совершенно осязаемые результаты. Это компании, которые выйдут на IPO через три года. То есть это уже работающая вещь? Это предварительно работающая. Степень футуристичности можно разбить на несколько таких барьеров. Есть технологии, которые станут реальностью через три года, есть те, которые через 10 лет, а есть те, которые через 40. И вот как инвестору тебе нужно понимать, где твой фокус. Ты во что инвестируешь? В близкое будущее, в далекое будущее или в космос? Foundation своей миссией видит долгую какую-то картину. Не обязательно 40, но там 10+. Фонд, как инструмент, который должен заработать и заработает абсолютно точно свои MLP деньги, он смотрит в такой достаточно близкий все-таки горизонт события. Это значит, что мы смотрим на компании, которые в предклинике продемонстрировали уже какой-то трекшн. То есть у них уже есть предклинические данные. Окей, если придет человек, который близок к предрезультату какому-то. Команды. Человек вряд ли. Конечно. Придет один человек, потом за ним команда. Но при этом нет продукта, похожего даже на рынке. Да. Пойдете в это или нет? Если это будет что-то, что клинически доказано. Если не клинически доказано. Предклинически доказано. Давай так, есть какой-то... Такая тонкая грань, я пытаюсь как раз разобраться. Есть предклиника, есть клиника. Предклиника, она начинается с инвитро. Это когда мы на клеточках что-то попробовали. А потом инвиво. Это в живых организмах. То есть там какое-то animal data. Во-первых, он не придет уникальный. Будет еще что-то всегда. Есть так или иначе направления, в которые индустрия смотрит. Там ничего нового не придумаешь. И, кстати, нужно заметить, что за последние реально 20-30 лет не сильно чего много нового добавилось в нашем понимании старения как такового. И это очень хорошо. Потому что это значит, что мы этот процесс, наверное, все-таки поняли. Ну, плюс-минус, по крайней мере, как бы осознали, как он происходит. Вещи, которые влияют по старению. Да. Ну, даже с описательной точки зрения, что происходит с твоим телом, когда ты стареешь. То есть какого рода ущерб оно там в себе может накапливать. Вот. Поэтому мы однозначно посмотрим на проект весьма критически, если там будут предклинические данные. Что можно делать сейчас с минимальными деньгами, чтобы дожить до 120 лет? Следить за своим здоровьем. Я не шучу сейчас. Следить за своим образом жизни. Следить за своим здоровьем – это что, чекапы? Да, регулярные чекапы и какой-то, давай так, не фанатичный мониторинг. То есть нужно просто понимать, что тебе можно, что тебе нельзя, что на тебя хорошо влияет, что плохо. А как это понять? Чекапами, специализированными всякими анализами. Есть целая группа биомаркеров, на которые можно смотреть, чтобы понимать, насколько хорошо твой организм себя чувствует. Можно измерить, вплоть до того, что можно измерить свой биологический возраст путем определенных чекапов. Это не очень дорого, на самом деле. Вот это первое. Второе – это менеджить свою нагрузку. Потому что, если ты не будешь этого делать, ты окажешься… Ну, или кто-то еще может оказаться в той же замечательной ситуации, в которой оказался я. Это когда твое тело берет и ломается просто. Больше не работает так, как работал. Что делал? То есть не нужно забивать на себя с точки зрения каких-то своих базовых потребностей в отдыхе, в сне и так далее и тому подобное. И это то, на что деньги тебе сейчас не нужны вообще. Если мы не говорим про какие-то чекапы. Если мы говорим про какие-то там интервенции и всякие гиропротекторы, которые люди пытаются употреблять и так далее. Но есть несколько гиропротекторов. Тот же метформин, например, который является, в принципе, диабетическим лекарством. У него есть действительно доказанный такой антиэйджинг эффект. Если его употреблять регулярно, если его употреблять в определенном режиме и так далее. То есть есть люди, которые занимаются этим. Важно сказать, что мы ничего не рекомендуем. Идите к докторам. Мы точно ничего не рекомендуем. Единственное, что мы рекомендуем, это следить за собой. Это прям да. Да. То есть какие-то такие базовые интервенции, мониторинг, собственно говоря, себя. И обязательно, просто обязательно, это тоже ничего не стоит. Превентивная диагностика и понимание того, к каким болезням ты, собственно, склонен на самом деле. Это значит, что если у тебя есть риски онкологии в семье, не надо делать… Да, конечно, это обычные генетические панели, онкопанели так называемые. То есть панели – это набор генов, на которые смотрят во время секвенирования. И это определенные мутации в этих генах, которые могут сказать, что ты предрасположен к этому, а не к этому. Вот эти три вещи. Плюс очень сильно, конечно, двинулись все эти истории сейчас с жидкими биопсиями. Это когда… И недавно был огромный экзит. Компания Грейл была такая. Ее поглотила иллюмина. Иллюмина – это самый большой в мире производитель оборудования для генетического секвенирования. Грейл как раз-таки, используя жидкую биопсию, это кровь в данном случае, они научились отлавливать так называемый cDNA, circulatory DNA. А cDNA – это то, что отваливаются кусочки ДНХ опухоли на очень ранней стадии. То есть они появляются у тебя в крови, но никакими тестами их до этого не выловить, потому что она еще не выросла, эта опухоль. И они как раз-таки для рака груди научились это делать. Это тоже огромный прорыв. И этим тоже надо заниматься, как только вы чувствуете, что что-то там с вами не так, потому что иначе это, конечно, можно запустить до состояния, когда никакая longevity-медицина тебе в принципе не поможет. Круто, спасибо. Понятно, сейчас меня биохакеры, наверное, заклюют в комментах, но все-таки спрошу, что важнее – здоровый сон или здоровая еда для долголетия? Я думаю, что здоровый сон. Давай так, здоровый сон и пусть… Давай простая и относительно здоровая еда. Окей. Простая. Гречку, короче, ешьте чаще. И на финалке почти. Что вот прямо из таких сумасшедших идей тебе уже в данный момент не кажется жестким таким футуризмом? Я думаю, что радикальное омоложение организма путем очищения от отработавших клеток и так далее – это первое. дизайн детей – это то, что очень сильно пытаются сейчас делать. И это, ну, не надо об этом говорить. Давай так, морально-этический аспект, если мы сейчас оставим немножко за бортом, да, фундаментом этому всему является то, что, ну, сделайте мне красивого ребенка, сделайте мне ребенка, который там в 20 лет не будет иметь риск онкологии, например. Да-да. И это делается. И это действительно делается. И это прямо завтра, наверное. Может быть, послезавтра. И третье – это, ну, вот то самое эпигенетическое, например, репрограммирование, про которое я говорил. Это способность, собственно, нашего организма что-то в себе залатывать путем каких-то достаточно простых интервенций. И четвертое – это абсолютно точно терапии для… Я очень на это надеюсь, на самом деле. Терапии, которые позволят либо превентивно подходить, либо, по крайней мере, очень эффективно, реактивно подходить к нейродегенеративным заболеваниям. Вот. То есть Альцгеймер, Паркинсон и прочие демиелирующие, то есть рассеянный склероз и так далее, всякие миелиты. Вот оно. Спасибо, Сергей. Спасибо, что позвали. Желаю, чтобы все ваши проекты заканчивались реально хорошим результатом в плане продуктов. Потому что люди, их здоровье там в конце вашей цели… Я думаю, что мы с тобой через 90 лет встретимся и поговорим еще раз на детях. Или как? Нет, я думаю, что вот. Нормально будет стоять. Вполне себе ровно. И так же пряется от солнца, да? Но я буду на дерево опираться, скорее всего, тогда. Смотри, я тебя попрошу прийти в комменты. Да. У нас обычно их очень много. Сотни комментариев, сотни вопросов. Хорошо. Я прошу любые комменты. Ну, то есть правильно? Можно писать ваш фидбэк по видосу. Да. Можно задавать вопросы. Да. Там, где вопросы, приди, пожалуйста, поотвечай. Я постараюсь. Обычная простыня. Не постараешься, а я беру обещание. Постараюсь поотвечать на максимально большое количество, да. На все интересные? На все. Ну, они все интересные, наверное. Ну, слушай, это же как… Если человек потратил время и написал коммент, наверное… Хорош, согласен. Надо потратить время в ответ, да. Если вы на канале впервые, то можно подписаться где-то тут вот под видео. Если не впервые и подписаны, то надо поставить колокольчик. Не будьте пропускать выпуски. А мы постоянно ищем что-то новое. Ну, и спасибо, что смотрели. Лайки, дизлайки – это нам всегда показывают отражение того, как вы постарались, что сделали, ну, и вообще какую информацию вам отдали. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Нет никакой модели, которую мы бы специально выискивали в каких-то командах. Умеют ли инженеры-фаундеры находить людей с крутыми компетенциями, но уже коммерческими? Сами по себе ученые херово коммерциализуют вещи. Огромный вклад, на самом деле, в развитие longevity как такового. И фандинг-ресерча сейчас уносит крипто-комьюнити. В Китае очень много longevity-техо.